Всем привет! Рада быть в эфире. Всем привет! Мы ждём, пока все подключатся. Сегодня мы с вами продолжаем говорить по поводу недельной главы Лех-Леха про Авраама, который не побоялся, взял свою жизнь и изменил её, потому что так ему сказал Всевышний. Итак, мы ждём, пока все подключатся. Супер, народ подключается. Всем привет! Привет, всем привет! Всем привет! И я начну потихоньку. Я не зря написала тему нашей сегодняшней встречи, как начать и где взять мотивацию, из чего начать. Мы заглянем в подсказку, в нашу недельную главу, которая называется Лех-Леха, где... Добрый вечер! Где Всевышний говорит Аврааму, Лех-Леха, ты что сидишь здесь в маленьком месте? У тебя такой потенциал, а ты здесь засел, пользы от тебя не будет так много. Если ты пойдёшь по миру и будешь делиться знанием, что ты знаешь, и будешь всех приближать, вот это ты добьёшься, вот это твой потенциал. И Авраам... Всем привет! И Авраам говорит, да, это мой потенциал, я что, так могу? Всевышний говорит, конечно, это твой потенциал, ты можешь повлиять на людей, у тебя всё в руках, только сделай. Всевышний поверил в Авраама и дал ему силу. Это нам напоминает небольшую историю. Может, кто-то слышал, есть такая... Шалом! Есть такая история, называется... Я просто поверила, что я стою десяти коров. Однажды на одном острове, где царило племя и вождь, и у вождя было две дочери. А в то время, когда жених хотел взять в жёны какую-то девушку, он должен был предложить за неё десять коров. И вот нашёлся какой-то мужчина, который захотел взять дочь вождя к себе в жёны. И, как и принято, он купил десять коров, пришёл к отцу этой девушки и сказал, вот, это за вашу дочь, я хочу взять вашу дочь в жёны. И он говорит, ты знаешь, ну, ведь моя младшая дочь, она не стоит десяти коров, ты можешь дать только три коровы за неё. Жених сказал, что? Нет, ваша дочь стоит даже больше, чем десять коров. Типа, не обижайте меня, возьмите эти десять коров и всё. Хорошо. И так эта девочка не очень стала его женой. Прошло три года, где-то четыре, и приехал друг навестить своего друга. И он видит, выходит его жена, такая красивая, вся цветёт, пахнет в доме, уже ребёнок у них. Он говорит, ты что, второй раз женился? Он говорит, нет, это та же моя жена. Он так смотрит, но она же была другой. Он говорит, нет, это та же. А что изменилось? Он говорит, спроси у неё. И он подходит и говорит, а что изменилось? Ты очень похорошела. И девушка сказала, я просто поняла, что я стою десяти коров. Теперь путь, да, к тому, чтобы начать, к тому, чтобы начать действовать, это, во-первых, построить себе окружение людей, которые будут вам говорить, что вы стоите этих десяти коров, что вы можете. Потому что каждый день у нас бывает разным. Иногда бывает подъём, иногда упадок. А представьте, когда вот упадок, вот уже нет сил. Ты думаешь, нет, зачем я вообще взялся за это, я ничего не стою. И тут человек, который говорит, нет, ты стоишь, как Всевышний говорит к Авраму, нет, ты стоишь большего. И я тебе говорю, иди к себе, и ты там реализуешь весь свой потенциал. Теперь найдём сейчас вторую сторону медали, да. Иногда человека очень сильно мотивирует близкий человек, ну, наше окружение, которое нас поддерживает. Баруха Шем, что у нас есть такие. А теперь возьмём историю, пример такой, да, небольшой. В одной пустыне было засохшее такое дерево, где птица часто могла за ветками прятаться и скрываться от сильных ветров. Ей было очень удобно там. И вдруг, когда был сильный-сильный ветер, и это дерево просто вырвало из корня, птице уже негде было сидеть. Что она сделала? Она летела сто километров, тысячи километров, чтобы найти себе новое место, где ей прятаться от невзгод, где ей жить, может видеть своё гнездо. И она нашла огромный-огромный цветущий сад. Было ручей, деревья, цветы, всё, что ей нужно было для жизни. Теперь что ею сподвигло? Если бы ветер не вырвал с корнем это дерево, к которому она привыкла, да, эту зону комфорта, она бы не полетела, она бы не нашла, правильно, этот сад цветущий. Она бы и дальше там продолжала и год, и два, и три, если нужно было бы. Слава богу, что ветер вырвал с корнем это старое сухое дерево. Давайте мы не будем дожидаться, чтобы ветер разрушал нашу зону комфорта. Мы сами будем понимать, чего нам не хватает, достигать этого и преуспевать, и радоваться за успех каждого-каждого из нас. Мы не будем этой птицей, которая сидит. И мы будем пользоваться, да, нашей недельной главой, потенциалом Авраама, и верить, что Ашем с нами. Он в нас верит, он верит в наш потенциал. Более того, он дал нам наши таланты и наш потенциал. Так давайте ими пользоваться. И не сидеть на сухом дереве, а лететь в цветущий и делать себе цветущий сад. Вот, поэтому всем хорошей-хорошей недели, хорошего вечера. Спасибо, что вы с нами на Воикра. И я вас всех обнимаю. Спасибо, что вы были со мной. Вот, всем пока.